Всем ку, вот и обещанный финал войны группировок за слабый монолит. Как я и говорил, я завершу ее в необычном формате, потому что по факту, тогда эта война бы длилась еще серии 10, хотя локаций осталось всего несколько. Это видео будет немного похоже на мои ролики в старом формате, года так 2017, и еще возможно это видео получится коротким, даже меньше 10 минут. Сам геймплей состоит из нескольких часов, 5 или больше, я точно не знаю, но подмечать там особо нечего. Просто тир, просто прыгскоки по переходам и отпушивание наступающих противников, вот и все. На самом деле я очень устал играть в это, доигрывал уже на последнем дыхании, поэтому если здесь наберется 10 тысяч лайков, то было бы очень неплохо. Хотя бы буду знать, что не зря я подавлял себе взрывные эмоции, когда в очередной раз из ниоткуда появилась куча людей или вылетела игра. Итак, приступим. Звука игры вы не услышите, потому что на втором мониторе я смотрел всякие видео, стримы, чтобы не было так скучно, и соответственно звук с них идет вместе со звуком игры. Ну а кому это надо? Вдруг я там хентай смотрел. В первую очередь я пошел и почистил дикую территорию, никакого сопротивления особого там не было, все прошло гладко. Да в целом я мало где встречал сопротивление, ибо из-за маскировочного костюма враги тупили и редко в меня стреляли, из-за чего я кстати редко расходовал медицину. После дикой я отправился на свалку, решил взять кладбище техники в окружении. Зачищал свалку и параллельно летал на переход в бар, чтобы отпушивать наступающих противников. В этот раз я захватывал поэтапно, не устраивал прям зачистку локации. В этой версии в военной группировке есть неприятная фича. Всегда когда ты захватываешь точку, вроде как в основном это баз касается, из ближайшей точки появляется отряд, который идет выбивать эту точку обратно. Это очень неприятно и тупо. Вот стоит обдристанная палатка посреди поля и около нее два бомжа. Ты недалеко захватил базу и оттуда вдруг вываливаются 11 экзоскелетчиков мешать тебе играть. После захвата свалки я отправился захватывать темную долину. На удивление кстати бандиты не кидали гранаты, было всего пара случаев. Взяв в окружении кладбище техники я отправился зачищать эту локацию. Тут уже поэтапного захвата не требовалось, нужно было просто быстро зачистить локу и все, ибо подкрепление ей получать неоткуда. Правда приходилось чаще летать, отбрасывать наступающие силы на темную долину и свалку. Параллельно чистое небо захватило агропром и вскоре начало быковать на свалку. После кладбища техники я решил нахерачить поляне. Локация маленькая, справился быстро. Затем я отправился в темную лощину. Война здесь выглядела странной, потому что локация огромная и пустая, плюс еще туманная погода. И в итоге я тупо стрелял по силуэтам. Параллельно с этим ЧН начали быковать на свалку. На данный момент стемнело и я решил оффнуть запись, потому что ночные футажи полное говно. В них ничего не видно, даже если я выкручу яркость. Выкрутив яркость на записи ничего не изменится. В итоге за эту ночь я захватил лощинную часть кордона и агропром. С лощиной было очень просто, а вот на агропроме сидело по 40 человек на базах. Было настоящее мясо. Далее я уже потихонечку начал штормить кордон, завершив это дело выносом чистого неба с южного блокпоста. Ну и после этого у меня остался лишь один противник. Чистое небо на болотах. Так как они остались одни, то тут тоже не стоило медлить. И нужно было просто быстро зачистить локу. Это я делал немного дольше, чем обычно, потому что локация большая. НПС иногда успевали захватывать точки. И я просто не успевал бегать, убивать, захватывать. После захвата болот я уничтожил небольшие отряды, которые успели свалить на другие локи. И всё. В теории это победа. Но у нас всё ещё живы некоторые враги. Так, я пошёл сначала в подземку агропрома, чтобы вынести сбежавших учёных. Потом в лабэкс-18, чтобы вынести бандитов. И в Икс-16, моих любимых наёмников. Но я всё ещё не победил, ведь остался один противник, который сложнее, чем бандиты и чистое небо вместе взятые. Тот самый Коля Дохляк из Свободы, со своим пацаном на затоне. Они пережили всю войну. Когда я их убивал, у меня даже игра подвисла. Но тем не менее, мне удалось завалить эту легенду. А вы и дальше любите своих стрелков и диктерёвых. Они же такие легендарные. Пролистывая карту, я заметил, что один бандит в лабе Икс-18 всё ещё жив. Но когда я пришёл, то те самые 40 монолитовцев, которые сосали в оффлайне одному бандиту, резко убили его. Ну и всё. Победа. Я потом постоял ещё в ускоренном времени, чтобы монолитовцы дозахватывали недостающие точки. Но вроде как ничего не происходило. Ура, победа! Мне удалось захватить зону за слабый монолит. Но справедливости ради, это было бы невозможно сделать без быстрых переходов, прыжков на переходы по локам и так далее. Просто нереально. Спасибо всем, кто смотрел эту войну от начала и до конца. Не забывайте подписываться, если вам понравилось видео. Также, если вам интересно, Чайник всё-таки смог занять топ-1, набрав 35394 очка. И за всё время он убил 3966 сталкеров. Интересный факт. За всё время ни один чистонебовец не кинул гранату. Субтитры сделал DimaTorzok